Как сохранить здоровье подрастающего поколения? Ответить на этот вопрос могут в первой школе, где второй год подряд реализуется межведомственный профилактический проект «Здоровый класс». Дети из 2-го В не понаслышке знают, что такое ровная осанка, правильное питание и крепкие зубы, ведь всему этому их обучают на занятиях. В реализации проекта «Здоровый класс» задействованы специалисты в области образования и здравоохранения. Таким образом, совместными силами созданы условия для здоровья сберегающей среды учащихся. Воспитать правильные привычки, снизить заболеваемость и повысить уровень знания о собственном здоровье у детей и их родителей. Вот основные цели организаторов проекта. Информационно-профилактическая работа с привлечением различных специалистов здесь запланирована на 4 года. Позади почти половина. Для педагога видеть результаты своих учеников – отдельная гордость. С 2018 года мой класс стал участником проекта «Здоровый класс». Проект интересный. Я с удовольствием наблюдаю, как мои ученики подрастают, как они учатся сложным вещам в игровой форме. Проверить эффективность такой методики несложно. Дважды в год участники эксперимента проходят медицинское обследование. Результаты сравниваются с контрольной группой – соседним классом. Плюс анкетирование родителей и проверка знаний самих школьников. И вот вся картина на лицо. Конечно, мы имеем результаты. Известно, что физкультура, активный отдых снижает заболеваемость в 2-4 раза. И это не пустые слова. То есть, действительно, детки меньше болеют. По результатам обследований в классе снизилась общая заболеваемость. А значит, выросла посещаемость занятий. Три человека переведены из второй группы «Здоровье в первую». Поэтому уже сейчас можно говорить о положительной динамике. Но самое главное – это горящие глаза детей. По словам самих школьников, такие занятия вызывают у них неподдельный интерес. Мне нравятся эти занятия, потому что здесь есть гололомки. Я научилась, как правильно надо мыть руки. Зачем нужно заниматься спортом. Как правильно чистить зубы. Как сохранять свое здоровье и зрение. Мне еще понравилось, когда мы играли, ну, собирали человека, ну, где здоровые органы, а где нет. За два года работы проекта проделано немало. Но впереди самое интересное – освоение новых знаний и подведение итогов. Предсказать успешный затей уже не составляет труда. А значит, у необычной идеи большое будущее. Мария Бушкевич, Максим Галеонко, Бобруськ, 360.